У якутского села Усхатын Владимир Путин сегодня расписался на газовой трубе и тем самым дал старт крупнейшему мировому проекту. Так сам президент называет строительство газопровода длиной 4000 километров из Иркутской области через Якутию и Хабаровск до Владивостока и отдельная ветка на Благовещенск и Китай. Ничего подобного в ближайшее время на планете не будет, уверен глава государства. Проект, конечно, дорогой, 55 миллиардов долларов. Следим прикидкам, но и окупаемый. За 30 лет КНР получит газа на 400 миллиардов. Плюс развитие Востока России, которая сейчас в приоритете, инвестиции, рабочие места. Ксения Некрасова все подробно изучила. Этой стройке века ждали 10 лет. Исторический момент. Сварка первого звена магистрального газопровода «Сила Сибири». Самого масштабного энергетического проекта России и Китая. Старт строительству дает Владимир Путин. Именно здесь, в Якутской области, родина Чаиндинского месторождения. Отсюда топливная артерия возьмет свое начало. Начинайте. Почетное право сварить вручную первый стык газопровода «Сила Сибири» предоставлено сварщикам 6-го разряда Михаилу Круглыхину и Сергею Баранову. Позже к магистрали присоединят и Иркутский, Ковыклинский газовый центр. Общая протяженность газопровода составит 4000 километров. На первом этапе трассу протянут до Благовещенска. В Амурской области ее поделят на две ветки. Одна пойдет во Владивосток, другая в Китай. В течение 30 лет Поднебесная будет получать по 40 миллиардов кубометров газа. Поставки начнутся не позже, 2018 года. Это чрезвычайно важный проект и для Российской Федерации, и для Китайской Народной Республики. Этот проект даст нам возможность, нам, России, не только поставлять газ на экспорт, он даст нам возможность развивать газификацию своей собственной страны, восточных регионов Российской Федерации, Дальнего Востока и Восточной Сибири. Это даст нам возможность подтолкнуть развитие в этом регионе, да и во всей стране, машиностроение, металлургическую промышленность, трубную промышленность, химическую промышленность. Огромных ресурсов сразу двух месторождений, а это почти 3 триллиона кубометров, хватит не только на экспорт, но и для себя. Российский потребитель в приоритете. Благодаря протяженности магистрали газифицировать удастся сразу несколько регионов, а это и Сибирь, и Забайкалье, и Дальний Восток. В одной только Якутии топливом будет обеспечен весь юг республики. Кроме того, строительство трассы будет способствовать развитию инфраструктуры, а вместе с тем и созданию дополнительных рабочих мест. По трубе начнет поступать газ, а в бюджет деньги на совещании с главами и министрами регионов президент еще раз подчеркнул. Развитие Дальнего Востока – национальный приоритет. Привлечь инвестиции, в том числе и зарубежные, должны зоны опережающего развития. По словам Владимира Путина, такие территории станут локомотивами экономики. Для бизнеса здесь будут действовать таможенные, налоговые и арендные льготы. Но прежде всего, чтобы проект заработал, глава государства подчеркнул – регион должен быть транспортно доступным. Если мы настроим каких-то объектов, а потом выяснится, что есть естественные ограничители по магистральным сетям, то тогда это бессмысленно. Тогда в этом смысле мы тоже зайдем в тупик и можем попасть в ситуацию Мечула, когда он истратил деньги на инфраструктуру. Потом вся другая экономика находится в сложенном положении. Сейчас мы все здесь присутствующие знаем, что приходится там решать вопросы, связанные с кредиторами и так далее. Кроме того, Владимир Путин призвал российские компании более тесно сотрудничать с вузами и будущими специалистами. В День знаний глава государства встретился со студентами Северо-Восточного федерального университета. Учащиеся рассказали президенту о своем целевом образовательном фонде, сумма которого – 102 миллиона рублей. При этом отметив, что, например, УМГИМО он равен почти миллиарду, Путин посоветовал студентам обратиться за помощью к крупнейшим компаниям, чей бизнес присутствует в Якутии. При этом выразив надежду, что те не откажут. Дело не в том, чтобы их вот там в темном углу прижать, там за горло. Нет, надо им показать, всем компаниям, что у них есть шансы и возможности и кадры отсюда получать. И размещать здесь свои какие-то проекты, понимаете, оставить в качестве задачи для исследования по интересующим их вопросам. И надо, чтобы они были больше привязаны к университету. И чтобы университет был привязан к компаниям. И, понимаете, тогда вот эта живая нитка, живая нитка, она очень важна и для качества подготовки специалистов. Тогда, тогда будет, тогда качество подготовки специалистов будет отвечать потребностям рынка труда. Вот над этим нужно подумать. А вот за этим сразу пойдут и средства на Найдамон. Специально для президента в музее университета была устроена отдельная экспозиция. На ней главе государства показали единственный полный скелет мамонта, возраст которого 28 тысяч лет. Услышав от специалистов, что у древнего животного сохранились мягкие ткани и кровь, Владимир Путин поинтересовался, возможно ли клонирование. Сотрудники музея президента заверили, такая работа уже ведется. Ксения Некрасова, Дмитрий Нефедов, Тимур Тимирбулатов и Надежда Рыбкина. 5 канал Якутск.